Уже традиционно на протяжении более чем 10 лет по инициативе президента Национального университета Одесская юридическая академия, почетного гражданина города Одессы Сергея Кивалова, первичная профсоюзная организация университета и студенческий актив в преддверии праздника святого Николая посещает интернат для детей с особыми потребностями на Макаренко 20. В этом году пандемия коронавируса вносит свои коррективы во всем, но, несмотря ни на что, подарить детям праздник студенты вуза все же смогли. Находился там и мой коллега Василий Базовлук. Пасмурная погода, карантинные ограничения и другие факторы не помешали студентам Одесской юридической академии почувствовать себя настоящими помощниками святого Николая. Ежегодно активисты Первичной профсоюзной организации университета поздравляют воспитанников десятков детских домов и интернатов в Одессе и Одесской области, в числе которых детский дом-интернат на Макаренко 20 для девочек с особыми потребностями здоровья. Президент Одесской юридической академии Сергей Кивалов взял под опеку это учреждение более 10 лет назад. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области регулярно оказывает воспитанницам помощь в рамках действующей программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями. Визиты Сергея Кивалова и студентов вуза в дом на Макаренко 20 традиционно сопровождаются большими новогодними программами, различными развлекательными мероприятиями, праздничными концертами, сюрпризами и, конечно же, множеством подарков. Несмотря на пандемию и сложные карантинные ограничения, воспитанницы интерната и в этом году не остались без внимания. Традиция, которая сложилась уже более 10 лет. Мы привозим детские подарки, развивающие игры, сладкие подарки в детский дом на Макаренко 20. Да, в условиях сейчас пандемии, к сожалению, сам Сергей Васильевич Кивалов не смог приехать сюда, но это не мешает нам осуществить, сделать деткам праздник, приехать хотя бы передать подарочки. И как бы вот так вот их поздравить с Новым годом. Для нас на самом деле очень важно, чтобы каждый ребенок в новогодние праздники получил свой подарок, чтобы он не остался без внимания. Подарить всем детям, которым мы можем, хотя бы счастье, какой-то минимальный подарок. Мы, когда не было карантина, ездили туда не один раз в год, а достаточно часто. С многими детьми мы знакомы, знаем, как их зовут, мы с ними играемся, общаемся, когда приезжаем. Но сейчас так получается, что не можем мы их видеть, к сожалению. Очень надеемся, что скоро снова сможем с ними встретиться. К сожалению, не все дети имеют возможность ощутить тепло и уют родительского дома. В доме-интернате на Макаренко 20 живут более сотни девочек. Дети и подростки до 18 лет, а также совершеннолетние воспитанницы. У большинства из них нет родителей. Дом на Макаренко 20 для них единственное безопасное и надежное место. Здесь их социализируют, прививают любовь к труду и учат различным навыкам. Девочки учатся готовить пищу, убирать, стирать, печь. Они шьют и вышивают. Здесь на редкость ухоженная территория. Клумбы, дорожки, беседки, розарий, аккуратные спальные корпуса. Редко в каком санатории можно увидеть такую чистоту и порядок. Есть в доме-интернате и своя теплица. Рядом также небольшая часовня. Студенты Одесской юридической академии на Макаренко 20 очень желанные гости. Воспитанники рады их приезду всегда. Они готовы даже на короткую встречу, как в этом году. Но все же с нетерпением ждут, когда закончится карантин и можно будет посидеть, как раньше, в теплой и дружественной атмосфере. Положительные эмоции – важное звено на пути к оздоровлению. Это подтвердит любой врач. Студентство Национального университета Одесская юридическая академия продолжает многоречную традицию приветствий перед новоречными святами. Именно за поддержкой президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова. Мы сегодня провели интернат. И, правда, мы хотим от студентов всех приветствовать наших друзей с этим прекрасным святом и Миколая, и новоречными и другими святами. Студенты понимают, что воспитанницы этого дома, они ничем не отличаются от обычных студентов, которые учатся у нас в ВУЗе. У них такие же мечты, такие же цели, и мы хотим подарить им хотя бы капельку этого тепла и заботы. Нам очень жаль, что в этом году нам не удалось сделать масштабный праздник, который мы проводим каждый год. Но обязательно после карантина, я думаю, нам удастся это сделать, мы приедем и порадуем деток еще и еще много раз. Воспитанницы интерната остались довольны предновогодними подарками, а студенты ВУЗа теперь с нетерпением ждут следующего года и надеются, что он будет без пандемии, чтобы как можно скорее увидеться со своими друзьями. Также воспитанницу дома интерната ждут, когда вновь смогут посетить престольный праздник храма преподобного Сергия Радонежского при Международной академической школе Одесса, где их всегда встречают с концертами и подарками. Телеканал «Репортер» поздравляет всех с наступающими праздниками и с Днем Святого Николая. Пусть Николай Чудотворец охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь и наполняет вашу жизнь большими и маленькими чудесами.